Социальный проект с большой перспективой на будущее. Учащиеся учреждения образования Сморгонщины получают карту учащегося. С минувшего года в школах Беларуси реализовывается республиканский проект «Карта учащегося». Не исключение и Сморгонь. Карта учащегося – это современный продукт, совмещающий функции банковской платежной карточки и электронного идентификационного документа. Оформить карту можно как в подразделениях Беларусьбанка, так и через дистанционные банковские услуги – интернет-банкинг или сайт Беларусьбанка. Для оформления платежной карточки необходимо обратиться в школу к классному руководителю для того, чтобы оставить свои персональные данные и ввести данную информацию в программный комплекс школы. Согласно полученной информации, в школе присваивается идентификационный номер учащегося, который в последующем используется для оформления платежной карты. То есть, один раз подписав согласие на обработку персональных данных, родитель, предоставив фотографию 3х4, обрабатывается информация и она выгружается в нашу базу Беларусьбанка. Для того, чтобы оформить карточку, необходим номер ввести и предоставить свои паспортные данные и ребенка. Паспорт или свидетельство о рождении, если ребенок не достиг 14 лет и у него на данный момент еще нет паспорта. По мнению учителей и родителей, карта учащегося – современное, удобное и необходимое нововведение. Ведь это не только возможность контролировать расходы ребенка. Есть ряд и других удобных опций. Она является документом, разрешающим ребенку бесплатный проезд в общественном транспорте, от места жительства до места учебы и обратно. А также может использоваться как электронный пропуск в учебное заведение, обеспечивая безопасность и контроль посещения занятий. Мой сын учится в пятой школе. В марте этого года я тоже оформила для него карточку учащегося. За это время я полностью смогла почувствовать все преимущества данного банковского продукта. Одновременно с оформлением карточки я включила к телефону мобильное приложение Mobiten, которое позволяет мне отследить месторасположение моего ребенка. Также ребенок может увидеть остаток по карте. Не надо уточнять у родителей, сколько у него денег осталось. И в любой момент мой сын может послать мне запрос на определенную сумму, оставить комментарий, и я в любой момент могу сделать перевод на его карточку. Карта учащегося также является подтверждающим документом о том, что мой ребенок является учащимся школы номер 5. Поэтому ему не нужно брать справок, например, в школе для того, чтобы пользоваться услугами общественного транспорта. Это очень удобно, и не нужно тратить время для получения справки. Карточка учащегося – это современный банковский продукт, который поможет вашему ребенку повысить свою финансовую грамотность. Ребенку до 14 лет карточка оформляется только в качестве дополнительной к счету родителя. С 14 лет может быть оформлена и к счету самого ребенка. Карточка выпускается бесплатно. Обслуживается во всех подразделениях банка, банкоматах бесплатно. Родитель может оформить как уже к своему действующему счету, или же к вновь открытому счету. Карту родителю не обязательно оформлять, даже к новому счету. То есть можно сделать заказ карты ребенка без оформления основной карты родителю. Здесь каждый родитель выбирает различные варианты, удобные для них в дальнейшем использовании. Для того, чтобы перевести деньги на карту, достаточно номер карты и делается перевод. Если даже родители получают или же заработную плату, или имеют карты других банков, не Беларусьбанка, в системе ЕРИП данный перевод на карту учащегося производится бесплатно. Кроме того, есть возможность установить ограничения на карту для использования. То есть это может быть 24 часа в сутки, может быть 7.